Как я уже сказал, что я не был в армии, я был освобожден от армии, и встал вопрос переезда в Израиль, репатриации в Израиль. Я получил от консула Израиля разрешение на переезд, визу в Израиль, как сын еврея, чтобы переехать в Израиль. И представьте, вот имея эту визу на руках, два года военкомат Армении задержал мою репатриацию, представителя нацменьшинства. Два года нужно было дать взятку, я говорю сейчас вам о периоде 2000-2002 год. В 2002-м, то есть в 2000-м у меня была виза. Я начал процесс в Увире, чтобы выехать, уехать, для того, чтобы пройти процесс в Увире и прекратить гражданство Армении, да, и получить, уехать, чтобы выписаться. Мне нужна была справка из военкомата, разрешение. И вот эта справка стоила 500 долларов. Неважно, служил ты, не служил ты, надо было еще найти возможность, найти человека, чтобы дать. У меня не было этих 500 долларов. Не было. И вот в какой-то момент я работал, у меня были какие-то деньги. И вот совершенно случайно, совершенно случайным образом нашлась женщина на работе. Это просто какое-то чудо. Она сказала, говорит, Альберт, принеси, говорит, 200 долларов мне, я, говорит, сделаю тебя. Я говорю, как? Мой муж, говорит, служил с тогдашним, по-моему, был замминистр обороны армии. По-моему, фамилия Рутюнян была его. Он, говорит, служил, он там его спасал от гибели во время войны, да. То есть, тоже он служил, находился там в Карабахе, во время военных действий. Он, говорит, они покушают вместе, говорит, на эти 200 долларов он тебе даст, говорит. То есть, не 500, а 200. У меня была возможность на тот момент, тоже как это произошло, я не знаю. И этих денег не было вообще. Но вот на тот момент у меня были эти деньги. Я дал 200 долларов, да. И через несколько месяцев я получил. То есть, два года ваша страна задержала меня, представителя нацменьшинства, от репатриации. Кто компенсирует мне это, Рафаэль? Вот мой список. Темы, которые я поднимаю на канале, это темы национализма, ксенофобии. Вот эти темы меня интересуют. Я сейчас не акцентирую внимание на каком-то человеческом факторе, да, и так далее, о бытовых каких-то моментах. Я говорю о проявлении ксенофобии, о проявлении отношения к нацменьшинствам в Армении. И о проявлении к группам, которые не совсем, скажем так, вписываются в армянское общество. В частности, речь идет о бакинцах, бакинских армянах, армянах из Азербайджана. Простой вам пример. Вот мой коллектив, где я работал. Я же говорю, коренные там были все выходцы как-то, выходцы с разных мест. Но все жили в Ереване, были граждане Армении. Вот представьте коллектив нескольких работников. Один выходец из Кировабада. Другой выходец из Нахчевана. Третий выходец из Грузии, Болниси. Другой выходец из Аштарака. И вот один другому кричит. Ахпар такой! Другой ему говорит. Вратцы такой, грузин такой. Третий кричит. Кировабадцы такой. Турк. И вот это я постоянно это слышал в коллективе. Люди ненавидели друг друга. Это реально на самом деле было. Подошел ко мне слесарь. Я жил, я варился в этом. Подошел, говорит, а кто ты? А кто твой отец? А кто твоя мать? Почему ты так? А как зовут? Я сказал, как зовут отца. А что это? Это не армянское имя. Моего отца зовут Иремио. Иремия. Явно это не армянское имя. Иремио. Это горско-еврейское имя. Он начал, ну, он говорит, а что это за имя? Я говорю, ну, такое имя дали. Ну, я не говорил никогда, что... То есть, если бы я сказал, что у меня отец еврей, я еврей. Он начал, он подошел ко мне, начал щупать меня сзади, так, череп, смотреть, так. Ты, говорит, знаешь, я, говорит, антрополог, а работал слесарем. То есть, слесарь-антрополог. Да. Начал щупать, так, говорит, да, говорит, ты все-таки ариец. У тебя сзади, говорит, есть шишка какая-то, что, которая, как бы, говорит о том, что ты все-таки ариец, да. Вот это вот, с этим я сталкивался. Не то, что это было какое-то, знаете, это выглядело комично. Какая-то пародия какая-то, да. То есть, там не было какого-то насилия или какого-то ненависти. Но вопросы постоянно задавались. Кто ты? А кто твой отец? Стоял там, например, фрезеровщик у нас старый. Причем я ко всем отношусь очень хорошо. Смотрел на меня так. Я помню. Да. И пел. Расскажи, расскажи, Абрамович, кто ты родом, откуда ты? И смеялся. То есть, он меня, как бы, вычислил. Понимаете? Я никогда не говорил. Я помню, в одном месте я пытался там что-то сказать, когда анекдоты были о евреях. Тогда я уже уезжал в Израиль. Я пытался сказать, что у меня там папа еврей, да. И мой друг, который стоял рядом, он на меня вытаращил глаза. Он понял, что я хочу сказать, поделиться там в этом, в этой группе людей. Он вытаращил глаза. Я посмотрел на него. Я понял, что я должен молчать, не проговориться об этом. Потом он мне сказал, ты, говорит, ты понимаешь, говорит, что эти люди говорят, что я знаю, что эти люди говорят, что геноцид армян сделали евреи. То есть, он побелел, вот этот мой товарищ, армянин, лениноканский армянин, коренной, молодой парень, моя одногодка. Он побелел, он посмотрел на него, побелел, что я скажу, там ляпну, что у меня там еврейское что-то есть. То есть, человек реально понимал опасность этого, понимаете. Вот я жил в этом, я варился в этом. Конечно, я не говорил, да, ну, скрывал. Да. Я не буду говорить об отношении к бакинцам, к бакинским армянам. Как их называли? Баквецишун, бакинская собака, турк, шуртвац, перевертыш, турок. Я недавно смотрел передачу, подходит там журналистка, спрашивает. Называют карабахских армян албанаций-турк. Они говорят, не армяне, говорят, албанаций. Албанцы, турки. Кочарян он албанский турок. То есть, сейчас карабахцев называют в Армении албанцами. Насколько, может быть, и так и есть, но это показывает уровень ненависти в обществе, понимаете. Вот реальное отношение между, внутри армянского общества. Вот насколько общество адекватно, насколько оно здорово, можно судить по отношению к самым незащищенным социальным слоям. Это беженцы, это представители нацменьшинств, это сироты, это вдовы, это люди-инвалиды. И вот как раз ваш список, Рафаэль, который вы перечислили, он показывает именно эти моменты. Например, если говорить о нацменьшинствах, у меня есть тоже на канале. Или, например, Сашик Султанян, езид. Его судят уже вот несколько лет, потому что он сказал, что в интервью езидскому какому-то телевидению в Ираке, он сказал, что в Армении считают, что Армения только для армян и очень плохо относятся к езидам. На езидском языке он это сказал, они перевели и обвиняют в его, хотят посадить на 6 лет за то, что он разжигает национальную рознь и ненависть в Армении. То есть езид разжигает эту ненависть. Человек, который просто поделился тем, что он видел, что он вырос в этом обществе. Мне не надо рассказывать об этом, потому что я знаю, что курдов армяне изгнали, курдов нет в Армении, хотя было очень много курдов, именно курдов, мусульман. Езидов заставили добавить окончание ян к их фамилиям. Я разговаривал с езидами, они говорят об этом, им очень больно, неприятно, они хотят вернуть. У них очень многих мусульманские имена и фамилии, но оканчиваются на ян, вот как у Сашика, султанян, гасанян там есть, я не знаю, и так далее. Вы добавили свое ян, прицепили это ян к ним, зачем? Они были, у них заканчивались фамилии на офф, ян должен быть. Почему? Я поднимал тему Ароняна тоже на своем канале, как вы прицепили это ян к этому мальчику. Из Льва Аронова сделали Львона Ароняна. Лев Аронов не может представлять Армению в шахматном мире, он должен быть ян. Я разговаривал с отцом этого мальчика, у меня есть материал на канале. Это отношение к меньшинствам, к национальным меньшинствам. Армяне постоянно апеллируют к тому, что они первые христиане, что они первые приняли христианство, что они сохранили христианство, несмотря на то, что были окружены мусульманским окружением все эти века, они сохранили верность христианству. И что на сегодняшний день Армения, армянское общество является таким последним христианским форпостом в этом регионе, регионе Южного Кавказа, что если падет эта крепость, христианская крепость, хлынут орды кочевников, мусульман там и все, и Россия хана, и там, я не знаю, Европе хана. Армения сдерживает. Армения это светоч христианства в этом регионе. Если говорить о христианстве, да, Библия, Священное Писание, вот я прочитаю просто текст из книги, которая лежит на алтаре, которую армяне целуют, но в которую они не заглядывают почему-то. Вот текст по нашей теме из Ветхого Завета книга Левит. «Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца. Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас тоже что-то земец ваш. Люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе, в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верные, гин верный». Любое общество, независимо, оно религиозное, нерелигиозное, если в нем существуют какие-то принципы морали, чести, нравственности какой-то, оно будет руководствоваться этими принципами. Уважение к старикам, пожилым людям. Избили дошнаки пожилого человека. Вы видели это видео. Старика, то есть они видят, что человек старик, еле на ногах держится. Начали бить его. Молодые парни, дошнаки. Фашисты. Когда поселится пришелец, не притесняйте, пришелец, беженец. Или представитель другой нацменьшинства. Он живет у вас. Вы считаете, что это ваша земля. Да, он пришел, он у вас пришелец. Он у вас чужой, да, иммигрант, репатриант. Новый человек среди вас. Он, говорит, должен быть у вас тоже, что и туземец ваш. Коренной житель. Вот христианство. Люби его, как себя. Ибо вы были тоже пришельцами. Помните, что вы тоже скитались. Я вам хочу сказать, что в определенном смысле справедливость наказывает этих людей. Сейчас их дети и внуки скитаются. Уехали, покинули. Те, кто кричали, те, кто бесились на площади. Сейчас они в других странах, как пришельцы. И слышат вот это вот слово «черножопый». Не делайте неправды в суде, в мире, в весе, в измерении. Это то, о чем вы сказали, Рафаэль. То, что вы перечислили. Извращенные критерии. Извращенная оценка. Система ценностей у людей, у общества. Это то, что будоражит вас. То, что приносит вам боль. Это видно в вашем разговоре, в вашей беседе. Продолжение следует.